Моё отношение к вину, оно кроется в том, что Бог даёт нам свободу. Стихи, которые мне очень нравятся. «Всё мне позволительно, но не всё полезно. Всё мне позволительно, но не всё назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользует другого». Господня Земля и всё, что наполняет её. Бог даёт нам невероятную свободу. Бог говорит, чтобы мы размышляли. «Всё мне можно, но не всё полезно. Я могу есть какую угодно еду, я могу есть какой угодно напиток, могу принимать, но надо ли мне принимать, может быть, в таких количествах? Посмотри, насколько это тебе полезно». И дальше Священное Писание в послании Криллана также говорит нам о том, что если пища соблазняет моего брата, мою сестру, если это место из послания к римлянам, где обсуждается вопрос принятия идоложертвенного, если из-за пищи соблазняется и падает немощный брат, то тогда я не буду есть мясо вовек, говорит апостол Павел. «Мы имеем свободу». Если из-за винопития для кого-то становится проблемой, я слышала такие свидетельства, что для бывших реабилитантов, для тех, кто имел зависимость с наркотиков или алкоголя, для них даже маленький глоток спиртозадержащего напитка, вина или чего-то другого, может стать началом опять возвращения проблемы. С такими людьми, конечно, лучше не разделять никогда и не предлагать выпить вместе вина. Но я также против того, чтобы тех людей, кто, не впадая в крайность, может себе позволить принять причастие с вином, может иногда выпить глоток вина, их просто сразу обвинять в том, что они смертельные грешники. Поэтому пусть Господь будет нашим судом, пусть любовь, которая является высшим критерием интереса близкого, будет для нас тем, что даст нам возможность смириться перед ним еще другого брата. Я знаю церкви, которые, понимая, что вино не запрещено, они принимали причастие с вином, тем не менее отказались от этого, принимают причастие с виноградным соком, чтобы люди, имеющие слабость, не приткнулись, не упали, не были искушены. Какие-то церкви дают на причастие людям по свободному выбору. Кто-то причащается по вере с вином, кто-то причащается по вере с виноградным соком. И когда-то Божьи люди выработали важнейший принцип, что в главном должно быть единство, во второстепенном свобода и во всем остальном любовь. Я думаю, это самый главный принцип. Мы благословляем вас и от всего сердца желаем жить в свободе, которую дал нам Христос, и любить один другого, как Господь возлюбил нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok